Меня зовут Евгений Иванов, как это видно со слайда. Я работаю скромастером последние два года в архе-страховании ОМС. До этого я занимался разработкой. Сегодня я расскажу про то, как мы научились анализировать блокировки в процессе разработки. Ну и, собственно, сразу к проблеме. Несколько раз в месяц мы с командами собираемся, чтобы проанализировать собственную работу, найти какие-то места для улучшений, как в школе, провести некоторую работу над ошибками. Как мы это делаем, собственно? Один из самых популярных способов анализировать поток поставки – это анализ спектральной диаграммы, которую я, как человек, идущий в ногу со временем, сделал в панте. Глядя на такую диаграмму, что мы обычно смотрим? Вот, наверное, начали бы обсуждение вот с этой задачи, которая делась максимальное количество времени. А чтобы, собственно, узнать, а что же привело к тому, что ее пришлось делать так долго, целых 11 рабочих дней по сравнению с другими задачами. Задачу надо было открыть, нужно было вычитать все комментарии в задаче, нужно было посмотреть историю переходов по статусам, нужно было посмотреть историю исполнителей, кто занимался, в общем, куча информации. Но открываем эту задачу и видим. Больше 70 комментариев. Это одна задача, 70 комментариев. А таких задач ни одна, ни две. И встречи таких, собственно, будет, и ни одна, ни две, наверное, в месяц, а на участке в год, так это просто кошмарное количество информации, надо перелопать. И просто при подготовке какой-то очередной встречи ты себя ощущаешь шахтером, который пробуривается сквозь породу в поисках чего-то полезного. В нашем случае это той информации, которая бы сказала, почему процесс шел не так. Ну, в общем, стало понятно, что подход такой себе, надо что-то улучшать. Чего мы пробовали? Мы пробовали записывать. Происходит какая-то установка в работе, берем календарь, блокнотик, и прямо записываем, какая задача, почему остановилась. Пробовали клеить стикеры на доску. То есть на доске на аналоговый есть стикер, на котором написана задача. Берем второй стикер, в котором пишем, почему она и когда заблокировалась, клеим сверху. Пробовали делать какие-то дополнительные пометки в жире, чтобы потом быстрее проанализировать какие-то наши пометки. Что получили? Информация получилась не точная и не полная. Если мы делаем пометки на стикерах, если мы это записываем, записываем мы раз, ну максимум два раза в день, значит под карандаш попадают какие-то жирные блокировки и какая-то мелочь проскальзывает незамеченной. Если стикер, то эти мерзавцы просто могли отклеиться и потеряться. Приходилось делать какие-то дополнительные действия. Представляете себе, разработчик такой весь сидит в запаре, пишет свой код. Прихожу я и говорю, слушай, давай ты когда будешь работать на задачу, там сделаешь пометку, что ты работаешь. Когда ты не будешь, ты не будешь делать там какую-то пометку, там, например, таймтрекинги какой-то. И мы потом поймем, что ты в этот момент не работал. Ну вот представляете, как он на меня после этого смотрит. Там вопрос просто в мягкой или грубой форме меня пошвет. В общем, там сова, эффективный менеджер в полный рост. Ну и плюс тяжелый доступ к первоисточнику. Это про то, что если мы собираем информацию в стикерах, собираем информацию на стикерах или блокнотах, это потом очень тяжело снова собрать, если нам нужно, например, посмотреть эту информацию в каком-то другом разрезе. Поэтому, собственно, лень штука такая. Мне она сказала, слушай, надо что-то делать по-другому. Давай мы это все будем как-то автоматизировать. Поэтому что мы придумали? Собственно, чему посвящен сам доклад? Смотрите, сейчас маленько пофантазируем. У каждого, я думаю, из нас есть какая-то доска, по которой ездят задачки. В какой-то момент команда ними работает. В какой-то момент задачи простаивают. И в итоге все эти задачки закрываются, и мы их анализируем. Ну, чтобы мы проанализировать, раскладываем их на такую же спектральную диаграмму с прочими задачами того же класса. И что тут можно сказать? Ну, скорее всего, задачи, решенные в первый или второй день, сделаны с большей эффективностью, чем задачи, сделанные на седьмой день. Ну, смотрите, возьмем для примера три любые задачи из первых трех колонок. То есть сделанные в первый, второй, в третий день. Соврал. Сделанные за один, за два и за три дня. Изобразим схематически время на их выполнение. И поднимем всю нашу информацию из комментариев, из пометок, из прочих источников информации, которые мы пробовали собирать. И отметим схематично те моменты, над которыми команда не работала над задачами. И когда вот мы посмотрим такое, мы что можем сказать, например, что, собственно, а вопросов-то больше к тем задачам, которые сделаны в первый и второй день, чем в третий. На второй задачи, сделанные за два дня, простаивало практически половину. На задачи, которые сделали за три дня, команда пахала. И это мы можем видеть практически на каждой задаче. Вот что же, собственно, останавливало работу над задачами? Что шло не так? Вот, собственно, те самые блокировки. Под блокировкой я понимаю любую ситуацию, когда команда по какой-то причине не продолжает работу над самой задачей, а чего-то ждет. Вот смотрите, такая ситуация возникала. Мы ее каким-то образом решали. И то есть была проблема, мы ее решали. Снова проблема, снова решала. А значит, мы можем сказать, смотрите, такой каждый прямоугольничек – это, предположим, тоже таска, но какого-то нашего воображаемого проекта. И все они в данне. Мы создавали, то есть они создавали сами, но мы их закрывали. А если это таски какого-то закрытого проекта, мы можем их разложить точно так же. На кумулятивную, на контрольную, на спектральную, на любую другую круговую диаграмму, которая вашей душе угодна. Собственно, решение оставалось за одним, как это автоматизировать. Для того, чтобы начать автоматизировать, надо понять, а что, собственно, будем автоматизировать. Ну и подумав, начали с того, что надо посмотреть, сколько проходит код-ревью, потому что код-ревью – это процесс разработчика, когда он не продолжает приносить какую-то пользу проекту, он не добавляет ценности проекту. Поэтому давайте измерим, а сколько по времени это занимает. Смена приоритета. Это когда речь идет о тех самых человек-оркестре. Вот поднимите руку, у кого вот прямо сейчас в команде есть человек, у которого на каждом из этапов будет по одной задаче. А над сколькими он работает в этот момент? А может ноль, может сейчас чай пьет. Тем более, если вы его начальник и здесь. Давайте посмотрим, как долго задача ждет того, чтобы разработчик к ней вернулся, взяв другую задачу, не сделав предыдущую. Давайте посмотрим, сколько задача ждет в ожидании исполнителя. То есть сколько она находится в очереди между аналитикой и разработкой. Например, аналитик закончил работу, разработчик должен с тебе ее забрать. Как сказал Леша, канбан – вытягивающая система. То есть задача сделана аналитиком и ждет. Когда задача сделана разработчиком, она ждет, когда тестировщик ее себе заберет. Сколько она висит в этом статусе, давайте будем считать. Следующий пункт, который мы хотим посмотреть – ожидание ответа вне команды. Обычно это случается на этапе аналитики, когда аналитик задает вопрос кому-то, стейкхолдеру, постановщику задачи, уточняя какие-то детали, задавая вопросы, чтобы сделать правильную, собственно, постановку и реализацию. Поэтому давайте посмотрим, а сколько мы ждем ответа и от какого стейкхолдера, которому мы задаем вопрос. Ну и ручная блокировка – это я вот долго думал как-то словами рассказать, короче, решил просто вот в виде маленького ролика показать. Знаете, в жире, когда просто правой кнопкой заблокировать, это значит разработчик или аналитик блокирует задачу по какой-то прочей причине и говорит, что все, задача стоит, мы на ней не работаем. А может быть даже комментарий добавляет. Собственно, все эти пять пунктов, которые я проговорил, мы автоматизировали. Что являлось фундаментом для строительства? Жиры не последней версии, небесплатный плагин Automation for Jira. Не сочтите за рекламу, плагин разрабатывает одна австралийская компания. И справа на слайде кусок скрипта, написанный на этом плагине. Там не нужно быть, в принципе, разработчиком, чтобы написать. Это интерфейс вполне себе юзер-френдли, поэтому ничего сложного нет. И в помощь тем, кто решит упороться, так как мы, вот по этой ссылке будут выложены те скрипты, которые, собственно, реализуют то, о чем я до этого говорил. Итак, как это работает наглядно? Смотрите. Создается второй ведомый проект, помимо того, над которым работает сейчас команда. У него все две колонки. Это заблокировано и блокировка снята. Этот проект полностью автоматический. Мы не просим членов команды делать какие-то дополнительные действия, вносить что-то в Jira, либо двигать какие-то задачки на этом втором проекте. То есть он не требует ручного вмешательства. А также он read-only, он защищен от ручного вмешательства, чтобы никто из членов команды или там по случайности даже не передвинул и не нарушил какую-то статистику. Визуально можно изобразить схему работы этой системы вот таким образом. Слева у нас доска проекта, на которой работает команда разработки. Справа – это наш ведомый проект, который мы создали специально для этой системы. Смотрите. Инициируется какое-то событие, которое мы прописали как начало блокировки. Ну, в данном случае, в нашем примере, это вот тот самый флажок, который человек вешает. Добавляем флаг. Задача создается сама. Когда человек флажок снимает, задача блокировки уезжает в данный. Поэтому дальше расскажу про то, собственно, какую информацию содержит себе задача блокировки вот на этом втором проекте, который мы создали. Она все содержит. Дата создания – это та дата и то время, в которой основная задача основного проекта была заблокирована. Содержит дату закрытия, когда блокировка у основной задачи была снята. За разницу между этими датами или временем – это то время, сколько основная задача провисела без работы. Это тип задачи. То есть с каким типом задачи была исходная задача. Начиная с этого параметра, все следующие копируются просто из основной задачи. То есть в нашем примере это была задача создать новый отчет, была заблокирована, плохо видно на этом экране, 28-го числа, в 9.19. Приоритет. По какой дорожке проходила основная задача. То есть это экспедит или стандарт, или может быть у вас что-то еще есть. Видно, что это был основной приоритет, то есть просто простая задача, не срочная. Статус. Из какой колонки была заблокирована задача. Находилась она в нашем случае в колонке разработка. Филиалы – это такая наша тема. У нас много филиалов, поэтому нам тоже важно знать, на каком из филиалов чаще останавливаются задачи. Ну и, собственно, исполнители – это особенно актуально, когда речь идет о любителях большого количества задач. Что мы увидели за время наблюдения? Мониторинг должен быть автоматически. Все наши попытки собирать информацию в стикерах, в блокнотах, в чем-то еще, когда мы просили разработчиков ставить заметки какие-то, не работают. Работает только то, что не добавляет каких-то дополнительных ручных активностей членов команды. Основной причиной простой задачи для нас является ожидание ответа от заказчика. Мы это предполагали перед тем, как внедрили эту систему, но сейчас мы это увидели в цифрах и поняли. Что примечательно, вторым по количеству причин остановок является смена приоритета. Это те самые люди, то есть процесс выстроен таким образом, что позволяет людям набирать себе дополнительные задачи, не закрыв предыдущие. И с этим надо работать. Ну, как бы со всеми четырьмя можно работать, но если ожидание ответа от заказчика – это на стороне бизнеса, и это уже какой-то диалог вне команды смена приоритета, это уже наша какая-то стезя, которую мы можем сами поправить. Собственно, скрин этот был сделан из жиры. Жиры позволяют… Вот так правильно показывать, я показываю вам на своем экране. Жиры позволяют большое количество графиков в разном разрезах смотреть информацию. Собственно, обратный анализ. О чем речь? Задача без блокировок, она сделана с нарушением процесса. О чем это говорит? Мы начали с того, что анализировали задачи, в которых мы увидели очень большое количество блокировок. Самый, по-моему, максимум на текущий момент у нас на одну задачу доводилось более 30 блокировок. То есть больше 30 раз задача остановилась во время работы. А потом мы решили, а давай-ка посмотрим, где вообще ни одно нету. Открыли, посмотрели, оказалось, а где-то мы просто, например, не провели тестирование, не отправили задачу на согласование заказчика. Мы просто перенесли ее в дан. Мы нарушили кусок процесса, и поэтому там ноль блокировок. Это приводит, конечно, не к избиению команды кнутом, но к каким-то новым договоренностям и к тому, что мы анализируем процесс и как-то его стараемся менять. Дальше расскажу про то, что на некоторые виды блокировок можно назначить SLA. Почему это работает? Вернемся к примеру, когда мы смотрели задачу, блокировку для задачи, новый отчет. Вот. Предположим, на задачу типа новый отчет у нас назначен SLA в виде пяти рабочих дней. То есть заказчик, когда нам ставит, мы говорим, окей, мы тебе за пять рабочих дней это сделаем. То есть SLA задачи основной – это пять рабочих дней. А SLA блокировки по даче обратной связи, когда мы спросим у заказчика, например, какой-то уточняющий вопрос, всего один рабочий день. И так как SLA блокировки меньше, чем SLA основной задачи, мы можем начать бить в колокола и орать и кричать там, махать руками гораздо раньше. Мы поймем, что мы вылазим из какого-то допустимого значения, не когда мы выйдем за пять исходных дней, которые нам отдается на то, чтобы сделать эту задачу, а когда мы увидим нарушение первой блокировки, когда она вылезла за свой определенный какой-то временной период. И это то, с чего мы начали. Мы прикрутили автоматическое уведомление и пользователей, которым мы задаем вопрос, и команде, когда мы задаем вопрос, на следующий день не получив ответ, Jira сама рассылает автоматические письма и исполнителю, на котором сейчас эта задача находится, и нам, и мы обращаем внимание среди толпы задач, что вот это конкретно сейчас зависло. И в целом хорошо, когда все ходы записаны, и диалог с заказчиком теперь строится на цифрах, а не на ощущениях. То есть мы не говорим, что… Ну, мы ее делали долго, потому что там вроде кто-то там из того-то филиала нам долго отвечал, но мы с ним потом позвонили по телефону, перестали писать письма, нам ответил. Сейчас если бизнес приходит и говорит, а почему долго делалась такая задача, мы открываем Jira, в два клика показываем, смотри, четыре ожидания ответа по восемь часов, чего вы хотите. Собственно, выводы и заключение. Вот этот старый смешной анекдот иллюстрирует старую, но не смешную истину, что мало обложиться какими-то блокировками, метриками, надо понимать, как вы их потом будете использовать. То есть любая информация, поступающая к вам для работы, должна быть применима. Поэтому нет смысла собирать просто метрики ради метрик, вы должны понимать, как вы будете это потом использовать. Ну и в целом, приведу в пример одну хорошую фразу, которую я услышал как-то на тренинге Kanban, да и Scrum в принципе и любой другой, система проблем не решает. Ровно как и те метрики, про которые я сейчас говорил, проблемы решают люди. У меня все, спасибо за внимание. Итак, коллеги, вопросы? Да, Евгений, спасибо за доклад, очень интересно. Вот был на предыдущих тренингах и вот задавал вопросы, были обсуждения, как оценить эффективность работы Scrum мастера. И вот мне кажется, поделюсь мнением, хочу вот услышать вашу обратную связь. Мне кажется, это как раз минимизация времени, простое, минимизация времени блокировок, когда ты видишь, что у сотрудников есть зона ответственности, верно? Дев, QA, девопсы, иногда девелопер блокирует свои задачи из-за того, что environment не готов. Нужно пинговать себе девопсов. И вот мне кажется, эффективность работы Scrum мастера заключается в том, чтобы минимизировать это время простое. Хорошо, что вот вы поделились опытом, как у вас это автоматизировано. Спасибо. Мой ответ сейчас заключается в чем? Да, я с вами согласен. Блин, сори, да, что получилось как монолог. В целом, да. Как вы говорите, что вы тоже работаете Scrum мастером, как вы оцениваете эффективность работы Scrum мастера, дополнительную стоимость? Хорошо, спасибо за вопрос. Я отвечу с той позиции, которую придерживаюсь. Каждый раз, когда мы, например, с руководством обсуждаем вопрос, давай тебе, мол, поставим KPI, какие пункты внесем, я отвечаю так. Я не вижу своих пунктов KPI отдельных от команды. То есть оценка Scrum мастера – это оценка самой команды. Вот только в купе. То есть по отдельности не бывает, на мой взгляд. Евгений, спасибо за доклад, было очень интересно. Вопрос такой, вот вся вот эта автоматизация, правильно ли я понимаю, что это было только с помощью плагина, то есть из коробки у Жиры вы не нашли никаких возможностей это как-то реализовать? Из коробки в Жиро можно сделать пометки по тому, в какой момент переходила задача из статуса в статус, и это посчитать потом. Визуализировать это, разложив на диаграммы какие-то. Например, представляете, вы спустя какое-то время собираете какую-то сессию по ревью рисков и раскладываете, например, какой-то вид блокировок по тому же ожиданию от пользователя. И смотрите вылеты. И вы понимаете, что, например, вот над этим надо работать. Например, вы точно так же говорите, если мы получаем ответ от пользователя или по какому-то другому виду блокировок, например, код-ревью проходит за два часа это хорошо, а за восемь плохо, вот эти восемь разбираем, а почему так было? Как сделать систему так, чтобы такого больше не повторялось? Вот, поэтому Жиро из коробки такой возможности не дает, а через плагин это можно сделать, да. Еще один маленький вопрос, можно? Конечно. Вопрос касательно дисциплины. Как сделать так, чтобы люди вставили эти блокировки, эти флажки? Смотрите, я специально оставил пятым пунктом этот флажок, потому что он единственный, который заставляет человека что-то сделать. Все остальное делается само. И идея вся вот этой концепции заключается в том, чтобы как можно меньше человеку нужно было сделать, чтобы система поняла это событие как начало блокировки или как конец. Заставить человека, готового ответа нет, чтобы принудить его как-то ставить эти флажочки на задачу. Вы можете посчитать то, что считается само. Спасибо. Еще? Евгений, спасибо за доклад. Такой вопрос. Вы только вручную ставите флажки, а нет у вас такого, чтобы он автоматически устанавливался, например, при переходе задачи из девелопмента в тестинг? Когда разработчик закончил свою работу и следующим шагом должен тестировщик начать свое действие? Смотрите, отвечаю. На канбан-системе нет такого события, чтобы разработчик перевел задачу в тестирование. Разработчик у себя помечает задачу как завершенная разработка, ему поднимает руки и говорит, я с ней закончил. Включается счетчик. Система считает, сколько пройдет до того момента, пока человек из тестирования не заберет ее себе. Как только он ее себе забрал, счетчик выключился. Если говорить про автоматические простановку флажков, система сейчас работает таким образом, что вот про того самого человека-оркестр, когда у него уже, например, три задачи на доске, а он какую-то себе сдвигает, например, из колонки в очереди в работу, он ее себе сдвинул, все прочие заблокируются флажком. Система пометит их, как работа по ним остановлена. Пока человек не вернется, не снимет флажок или что-то подобное не сделает, инициировав этим, что я продолжил работу на ней. Вот в этот момент система сама заблокирует ему задачу. Пока он не вернется к ней. Женя, спасибо за доклад. Кто-то неизвестный мне человек. Да, кто-то неизвестный. Смотрите, по поводу того, чтобы мотивацию ставить блокировок. А система сама заставляет разработчиков это делать, потому что, когда он ставит блокировку, он показывает, что он действительно закончил работу над задачей, показывает ее эффективность. То есть, когда он этого не делает, все эти спектральные диаграммы покажут, что были проблемы. В следующий раз он это начнет делать. Женя, вопрос такой. Не думали сравнить корреляцию блокировок их вместе при уменьшении вип-лимитов? Вот если сжимать вип-лимиты, что будет с блокировками, с их процентовкой и со всей системой? Я искренне надеялся, что это будет первый случай в Agile Days, когда вопросом из аудитории закрывают какой-то вопрос предыдущий. Нет, не пробовали. А хотите? Это мой начальник спрашивает сейчас. Я думаю, однажды попробуем. Да, мы до этого дойдем. Я же вам говорил, что он проходил обучение по канбану. Евгений, вопрос такой. Здесь есть, здесь идут. Ага, привет. Вопрос такой. По поводу уведомлений. Программист сделал, переставил задачку в дан, поднял лапки, я все сделал. Тестировщик, бери. Как уведомления тестировщику уходят сразу, что вот там разработчик сделал, бери, давай быстрее, как только у тебя место будет. Или там, например, с водкой, с утреца ему. Раз, так в Дании стоят там пять задачек. С чем с утреца? С утреца какой-нибудь отчетик. А ты же сказал с водкой. Сводка, а не с водкой. Хотя с водкой тоже можно. А я уже хотел спросить, а как вы узнали? Он демант сразу. Сразу? А может быть, это не стоит сразу? Может быть, не нужно его уведомлениями бомбардировать? Вдруг он занят? Вы знаете, положа руку в нос, у нас не столько задач, что происходит бомбежка. Окей, спасибо. Он сейчас сидит и ничего не делает? Или он просто доделывает свою какую-то работу, ищет на доске чем следующим заняться, и он видит там, чем заняться? Ну, может быть. Такая штука приходит для того, чтобы вот он, да, действительно сидит и знает, чем он сейчас занимается, но когда у него загорелось уведомление там из-за отлука всплывающее, он знает, к чему следующему он приступит. Уведомления отвлекают иногда, нет? Их не так много. Я понял, нет, не так много. Это ответ, спасибо. Женя, привет. Очень интересно, спасибо. Такой вопрос. Как вы учитываете рабочее и нерабочее время? Да, уходит ли задача в блокировку, когда человек уходит из работы? И рабочие встречи? Встречи не учитываем никак. Рабочее и нерабочее время, это имеется в виду при подсчете величины блокировки? Вообще, то есть я взял задачу в InProgress, например, в 6 вечера, работал до 8, пошел домой. Эта штатная ситуация, она не считается за остановку работы на задачи. То есть мы… Но по факту это же не рабочий процесс. Ну, по факту человек… Это не так считаем. По факту человек должен отдыхать вечером, как бы заканчивается рабочий день, он идет домой, и это нормально. Мы анализируем то, на что мы хотим повлиять и исправить процесс. То, что он уходит домой вечером после работы, мы считаем, что это не надо исправлять. Пусть так и продолжает уходить домой после работы. Если что-то происходит из ряда вон, вот это мы считаем. Ответил? Буду там, в месте, где… Евгений, вопрос, можно тоже последний? Да. У меня чисто прагматичный вопрос. Сколько времени заняло подобная автоматизация? Сколько там денег, ресурсов, в принципе, на это ушло? Прагматичный интерес. Сколько она стоит? Алексей, не помнишь, сколько плагин стоит? Не соврать бы, долларов сто, наверное, нам обошелся плагин. Написать вот эти вот скрипты, ну, на каждый уходило, ну, не знаю, порядка пары часов, наверное. Вот, и плюс потом в течение примерно пару недель отлавливать какие-то непредвиденные события, которые надо было допиливать сам скрипт, чтобы он работал стабильнее. Ну, это как… Так, а, микрофон тут… А можно я писать перед этим? Ну, должен же скрам-мастер чем-то заниматься, пока команда фигачит. Да! Жень, привет. Спасибо за доклад. Это продак со скрам-мастером вообще. Такой вопрос. Ты для себя следующую цель какую видишь? Следующую цель? Ну, вот смотри, у нас эта досочка, типа, хорошо так автоматизирована, все окей. У тебя есть идеи о том, что можно сделать круче, лучше? Знаю. В слаку отправлять это все добро. Нафиг вот лук. Окей. Евгений, спасибо большое. Меня Миша зовут. Хотел вопрос задать культурного плана. У вас футбол не начался после внедрения такой системы? Ну, мол, типа, задач много, падает еще одна. Я быстро нахожу проблему, ставлю блокировку и занимаюсь дальше своей. Кто не начался? Футбол. Ну, отправляю обратно. Типа, допустим, я тестировщик, ну, что-то тут не работает, не разобрался. Но нашел ошибку. Честно говоря, можно перефразировать вопрос? Я не совсем понял. Короче, люди начинают перенаправлять друг другу задачки. Ну, скажи, какой каденции мы это решаем? Я все равно не понимаю, пока прошло речь. Короче, ну, канбан-митинг это решает. То есть там у тебя видно, куда что двигается. То есть футбол всегда будет виден. Можно применить какие-нибудь методы деструктивные. Ну, а вопрос это не началось? Всегда поднимается вопрос. Это все видно. Процесс не изменился после того, как мы добавили эту систему. Мы просто начали смотреть. Мы получили дополнительную информацию, особенно если, вот помните, показал, Жиро предлагает кучу инструментария, чтобы видеть вот эти все аналитическую информацию по закрытым таскам в любом разрезе. Мы можем крутить как угодно это все добро. И мы получили дополнительную себе какую-то информацию, чтобы ее использовать как раз на каденциях по улучшению сервиса. Ну, это был, я думаю, последний вопрос. Аплодисменты, Женя. Спасибо.